дрипка легенд от компании ястар не новая на рынке однозначно но очень интересный тут обдув хотел сделать на нее обзор но все никак руки не доходили вот сейчас сделал ну давайте посмотрим по конструктиву обдува на столе и в профите поговорим о ее свойствах и вообще какая она крутая я стар легенд вот коробочка у нас такая все тут по богатому хорошо сделана коробочка ничего сказать не могу открывается вот есть у нас инструкция как что тут работает и куда что ставить дрипочку на золотом цвете и в принципе из полезного сзади у нас есть возможность проверки на оригинальность комплектация дрипки из того что у нас комплекте достанем можем использовать данную бумажку для того чтобы достать все это дело так внутри у нас еще есть запчасти что у нас запчастей отвертка и 4 винта все достаточно скромненько здесь у нас стоит сама дрипка такая увесистая и собственно все все что у нас есть коробочки я показал теперь давайте перейдем к техническим характеристикам дрипка 24 миллиметра в диаметре 40 миллиметров высоту у нас имеет свой собственный какой-то стандарт дриптипа потому что в принципе те дриптипы которые на него пытался посадить именно 810 лет на 528 они как-то маловаты будут ну да это в принципе особого значения не играет в принципе дриптип тут хороший именно под эту рыбку правильный рассчитано на две спирали нижний боковой обдув который может работать там в какой-то комбинации об этом чуть позже ну в принципе из такого полезного все сейчас внутри покажу как это все выглядит сзади нас указано что дизайн байн байн геймис гили гендер да как то так ну нижний пин у нас регулируемый склонг она не рассчитана на склонг так давайте на что-то поставим для посмотрим и накрутил такой вот сетапчик прикольненький получается мне всегда нравился так что у нас здесь здесь у нас конструктив вот у нас два отверстия для того чтобы забирать воздух снизу и подавать его на нижний обдув и также два вот боковых отверстия в принципе также подобно реализовано в дрипке от компании в плавор холл но здесь немножко по-другому идет обдув и вот у нас заходит засна по стойке и попадает вот через это так сказать отверстие в этом домике ну и сверху у нас такой есть как бы козырек который в принципе предназначен для того чтобы воздух не валил сразу наверх до с этого отверстия а все-таки окутывал спираль и как бы был эффективным с точки зрения обдува самой спирали в принципе решение достаточно правильно по поводу самих спирали ну где я не буду гречит тут самая простая или там самая легкая установка благодаря этому грибу да но гриб предназначен для функции поэтому я считаю что некоторые вещи скажем некоторые жертвы полезны если они что-то добавляют к результату внутри у нас точнее внутри винты у нас используются шлицевые достаточно такие большие в диаметре и с большими прорезями поэтому я не уверен что никаких таких проблем возникать не будет в ванны большие капать можно сверху чтобы капать сверху и эффективно то есть на там вытаскивать дриптип все будет замечательно не обязательно открывать у нас сверху то есть вы можете просто чуть-чуть нагибать видите тут у нас есть такой скосик чуть-чуть нагнуть он по стеночке у вас отлично будет стекать в резервуар с двух сторон накапали допустим с этой стороны накапали с стороны я опять таки повторю что далеко не всегда все самые удобные дрипки все самые простые дрипки они что-то сверхъестественное себя представляют иногда какие-то замороченные дрипки из себя что-то представляет иногда может быть замороченная дрипка а из себя ничего представлять не будет поэтому тут в данном случае я считаю что данный конструктив правильный он дает и помимо того что вы получаете здесь двойной обдув самой спирали также вы можете и по выбрать один из вариантов обдува то есть вы можете оставить боковой только или только нижний это очень круто с точки зрения выбора там по тяги в принципе даже практически получается но я не буду говорить сигаретная но очень плотненькая но давайте сейчас что-то поставим сюда и посмотрим ставить я буду джигар науки данную дрипку и зажимом у нас сбоку поэтому перед тем как вы вставляете спираль обязательно учтите этот момент далее в принципе расстояние между зажимами спирали сам обдув показывает нам какую спираль сюда поставить наиболее оптимально производитель нам говорит что чуваки не делайте слишком длинные особо ничего не словить поэтому мы собственно тоже берем раз два три четыре пять витков так как это джигар на одну приблизительно будет 5 витков такой же как alien либо stagger вот приблизительно вот на таком вот уровне мы будем это все делать ночью там подтянем по вытягиваем сюда такое ставить в принципе тут необходимо сейчас я попробую тут можно в принципе ставить две спирали точнее вторую можно ставить при установленной первой но сейчас надо попробовать заработает ли это все может даже виток придется и добавить может 6 надо будет сделать как будет идти воздух то есть вот наша линия горизонта на то есть как через который он по-другому в принципе может проходить только с этих сторон основной все таки поток будет проходить вот в этом месте то есть если даже у нас идет обдув мало будет идти воздуха в эту сторону с этой стороны но с нижнего обдува по одной простой причине что ну тяга будет с этой стороны намного больше но вот внутренний как раз обдув у нас направлен саму спираль поэтому в данном случае вам конечно надо все устанавливать по уровню и надо понимать что чтобы эффективно максимально обдувать спираль сбоку надо ну может быть там не чуть-чуть приподнять но не читами опускать к обдуву нижнему абсолютно не имеет смысла поэтому вам надо где-то два миллиметра вот обдува делать вот должно получиться как то так я не думаю что каким либо другим или там не нужно тоже вот это делать будет там подвинять под самый верх тоже будет мало эффекта поэтому вот так будет оптимально где-то два миллиметра от нижнего обдува ну в принципе приблизительно это получается по середине может чуть больше может даже два с половиной миллиметра но я думаю вы разберетесь с этим моментом так ну вот обрезать здесь не совсем удобно какие предполагал то есть необходимо бокорезами пролезть а потом у нас обрезать причем что снизу что сверху в принципе сверху чуть-чуть более неудобно чем снизу ставим вторую спираль сейчас посмотрим можно ли ее устанавливать при можно ли ставить ее можно вот можно ли обрезать делаем в принципе повторяем то же самое поэтому тут мы основная основной посыл о том что вот этот обдов работает нас по этой стороне а внутренний нижний обдов работает по внешней стороне спирали внутренний обдов работает по внутренней стороне спирали то есть ну максимально эффективно можно в принципе ставить и пять витков ну 6 точнее витков в данном случае я уже перекручивать не буду если фьюзика то было бы 7 витков двойного на 0 4 у нас два клептона поверх плоским обмотано назвали это все джекгернаутом это все красиво инстаграм на посмотрим как звучит конечно ну и выровняйте спирали одну другой чтобы они у вас стояли идентично друг другу так в принципе можно обрезать можно обрезать есть что у нас получилось 0 18 до прожига и тут у нас получилось тех же 2 и 5 но плюс минус 2 и 5 важно еще что если вы поставите слишком близко к этой штуке да то есть к грибу то вы тоже должны понимать что возможны некоторые варианты с перегревом поэтому все эти моменты учитывайте что вам нужно какое-то пространство чтобы ничего там не перегревалось ну и зажмите нормальные винты то чтобы у вас был нормальный контакт это очень важно зачастую горят изоляторы именно по причине плохо закрученных винтов потому что здесь у вас происходит нагрев из-за потери энергии и собственно вся стойка нагревается и плавит изолятор есть какие-то изоляторы более такие термо скажем выдержит большую температуру есть изоляторы которые выдержит меньше особенно это касается клоунов где винты вообще могут и не закручиваться до конца изоляторы может с какого-то вообще пластика слома слабали их ну в принципе все это делаем прожили переходим к укладке усы будут достаточно длинные оправа то третье ванну хоть и не такая там космического размера но в принципе достаточная поэтому с учетом длины усов и высоты скажем так системы обдува что высоко посажено то вполне тут жижла будет достаточно для того чтобы там попыхтеть ну какое-то там количество тяг сто процентов без даже сильной заправки сильно точно я бы так выразился в вату в вату я использую босс девайс ну в данном случае я пожлобился я не сделал шнурки не использую шнурки потому что я хочу чтобы мне шнурочки на дольше хватило и использую там где у меня на шнурка на два бака хватает там также есть в комплекте беконы и поэтому сейчас я взял бекон и оторвал сколько мне нужно внутри поводите чтобы равномерной плотности не только снаружи внутри как понять вообще хорошая вата или плохая ну первое как я понимаю ну это для меня лично да так и то есть если я обрезаю а потом я начинаю разбивать и я не могу быстро сделать балабон да то есть когда я вот обрезал пример видите она склеивается ну как бы в моменте сжатия вместе сжатия там где прошли ножницы то есть она склеилась плющилась то есть если я это быстро не могу то есть есть такие ваты что надо теребить ее да чтобы это все то есть я считаю что эта вата мне не нравится вот будем говорить так потому что потом с ней больше возни больше мороки и так далее вот такая вата она более послушная она не комкуется не спрессовывается ее легче ну может быть укладывать ее может так же само да но она лучше проводит жидкость потому что остается жидкость между волокнами что если вы что-то спрессуете вот в той в том варианте ваты который который мне не нравится то у вас там жидкость не пройдет то есть если я быстро разбил эти моменты то тогда все замечательно это не касается абсолютно не всей ваты это вот в таких вот в пачках касается в мудже допустим там может быть вообще по другому все там будет все в лохмоте лететь ну там другая немножко может быть система здесь она да есть немножко то есть перья говорится но ничего такого критичного я не вижу но опять таки по внешнему кольцо обрезали вот там по воздуховоду почему потому что у вас есть внутренняя часть но это приблизительно равно вот так вот у вас дно дно испарительной камеры где-то даже меньше вот поверх все поверх поставили там заправили можно и обрезать даже еще чуть больше дрипка такая не маленькая в росте ну как бы если у вас девайс позволяет и вам нравится такой формат почему нет мне допустим скажем мне вот близко к фараону она похожа и фараон это одна из таких моих любимых девайсов для вкуса и навала на одну спираль и вообще ее люблю людям не зашла из-за заправки просто типа дрипабак из-за заправки из-за сложности то что надо все это раскручивать но на самом деле отдаваясь очень за счет конечно есть там недостатки с эти заправками ну я не буду отрицать этого но в данном случае вы всегда что-то выбираете либо вот как я говорил что вот вещи замороченные но вкусные бывают вещи простые и невкусные бывает так и так поэтому в данном случае фараон это замороченная вещь но вкусная ну и когда вы там проводили скажем вату что-то поправляли уже по после того как прожгли и вы уже ничего конечно не увидите я там в каких-то видео своих показывают то есть вы проведите вот так чтобы у вас все зашевелилось я не буду говорить что это самая аккуратная работа моя нет ну нормально все я пошел в профит попарил а потом расскажу что я не думаю я думаю что думать и они будут только хорошие дизайн сборка и конструктив по дизайну дрипка высокая кому-то зайдет кому-то не зайдет как мне так она заходит очень хорошо смотрится на черном либо на золотом варианте ну вот она практически в высоту манты понятно что тут не просто так это сделано практически вот так вот занимается конструкция обдува которая у вас заходит снизу с двух сторон стойку сложно все ну с точки зрения производства это все было достаточно сложно поэтому чуваки заморочились и я скажу очень даже не зря по конструктиву или по качеству сборки сборка отличная то есть внутренняя часть посажена точнее вверх посажен хорошо единственное есть такие моменты здесь очень надо хорошо заправлять вату потому что она почему-то тянет за собой именно из-за рингов которые стоят внутри ну этот такой вот я бы не сказал что это недостаток ну надо идти немножко заморочиться чтобы у вас вата была недоступна для ринга чтобы они их не вытягивали когда вы поднимаете купол вот как то так теперь поговорим о конструктиве конструктив тут очень интересное это так сказать жить неспроста вот этот гриб который стоит у вас сверху как я уже говорил на столе он реализован для того чтобы у вас нижний точнее боковой внутренний обдув правильно проходил по спирали подобная система реализована в манте но так как в манте купол у нас достаточно низкий в дрипке у нас купол высокий нужно было так чтобы воздух не разлетался не уходил сразу вверх а обволакивал спираль и у нас здесь так так сказать два обдува да один у нас заходит с боку по спирали второй у нас заходит снизу снизу у нас в принципе должен заходить с внешней стороны ну то есть вот этой стороны и он это и делает а боковой у нас проходит по внутренней стороне самой спирали и также уходит наверх заправлять достаточно легко у меня дрипка генджи тестовая и постоянно использую то есть тут надо немножко в бока не сверху просто лить вам что могут быть варианты попадания жидкости прямо в воздуховод если вы льете в бока у вас вот по вот этим скажем краям крыши стекает все это дело в правильное место и вы нормально заправляете саму дрипку по поводу обдува могу сказать так что мне больше всего зашел 50 процентов закрытый именно боковой внутренний обдув и внешний нижний точнее нижний обдув и боковой внутренний обдув о чем это говорит о том что на самом деле очень тут серьезные инженеры работали над системой воздухоподачи и в принципе когда вы регулируете этот обдув независимо того открываете вы только нижний у вас обдув либо у вас только боковой обдув внутренний то вы получаете разную дрипку то есть любое любое изменение она не просто меняет какую-то подачу воздуха и вам что-то над становится не хватать нет она изменяет в принципе все и это очень круто и я считаю что эта модель просто пропущена на нашем рынке и одна на эта модель одна из самых таких зачетных интересных девайсов именно по конструктиву обдуву и по вариациям вкусопередачи при разном обдуве то есть здесь можно получить достаточно свободную тягу здесь можно получить ну очень плотную тягу и при том и том варианте вам будет комфортно то есть вам будет всего хватать просто тяга поменяется и это замечательно даже вот сейчас у меня все открыты очень вкусная зачетная дрипка реально просто практикально называется почему про втыкивают я вам объясню есть два варианта либо на это просто не сделали обзор либо на это мало сделал кто обзор либо тот кто делает этот обзор особо не парятся вот в принципе и все мне кажется что обзор надо все таки доразобраться до конца я рекомендую этот девайс очень годный очень годный очень зачетный а пока до новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки переходите на сайт подписывайтесь на телеграм-канал если вы из украины пока 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 Продолжение следует...